Умение выступать публично один из наиболее ценных навыков современного делового человека. Даже короткая речь способна как приблизить, так и отдалить коллектив от взаимопонимания, повысить или понизить авторитет оратора. Что и порождает страх выступлений перед большим количеством людей или, как еще его называют, боязнь сцены. Страх перед публичными выступлениями – это в первую очередь недостаток уверенности. Чем лучше подготовиться человек, дополнить речу местными шутками, выучить материал, тем проще придется. Увидеть себя со стороны, подобрать мимическую реакцию для усиления сказанного. Занятие у зеркала – то, что нужно. Две-три такие тренировки помогут вам почувствовать себя гораздо увереннее. Тем не менее, это не гарант того, что вы справились с фобией. А потому возвращаемся на сцену. Ну вот, стоило только на несколько минут отойти. Хотя это ведь уникальная возможность. Давайте посмотрим, как держится на сцене профессионал. Движения Дарины естественны, а сказанное не вызывает сомнений. Да, те, кто боятся публичных выступлений, не репетируют годами напролет на манер актеров. Но и ждут от них другого. Между тем, театралы тоже волнуются перед выходом на сцену. Чтобы справиться с ним, чаще всего я сосредотачиваюсь на чем-нибудь. Это может быть дыхание. Ну, знаете, есть разные дыхательные техники, которые приводят в спокойствие наше тело. Глубокий вдох и медленный, неторопливый выдох. Упражнение поможет насытить организм кислородом. А этого уже достаточно, чтобы привести нервную систему в равновесие. Коллега по цеху рекомендует подключать к таким практикам ораторские методы. Упражнение под кодовым названием «Индейские шаманы». Все волнение просто вылетит из нас, будет существовать отдельно, а мы пойдем на сцену довольны и успокоены. Также существенно облегчить жизнь спикера-новичка может позитивное мышление. Наверняка в зале будут друзья, родственники или единомышленники. Смело вступайте с ними в зрительный контакт. Представьте, что в этих стенах кроме вас больше никого нет. Стефан Филатов, Влад Мошек. Утро нового дня.